От должности министра юстиции сегодня добровольно отказался социал-демократ Дариус Петрощус, которого подозревают в связях с предпринимателями с неоднозначной репутацией. Сам политик назвал скандалы вокруг своего имени клеветой и пообещал судиться, но кандидатуру снял. На его место социал-демократы уже предложили Юлиуса Саботаускаса, но крестьяне зеленые оперативно успели выступить против. Это пока единственная неожиданность по сеансе нового правительства. Остальные кандидаты сегодня продолжали, как на конвейере, прибывать на смотр к президенту. Так, потенциальный будущий глава МВД Имутис Миссюнас обещал не разгонять реформу полиции, которую резко критикуют профсоюзы. Он положительно оценил и то, что службы нашей страны тщательно отбирают беженцев. Самому соискателю столь ответственная должность предложена в первый раз. «Всегда бывает первый раз. Я считаю, что, получив предложение, я быстро решился работать на благо жителей Литвы. Я не считаю, что должно быть трудно. Это управление государством область мне знакома». Кандидат на пост министра здравоохранения Аурериус Верига подтвердил, что одной из первых основных его задач станет снижение цен на лекарства. При этом речь идет не о борьбе с частными аптеками, а лишь о создании сети государственных аптек, что само собой должно нарушить монополию на рынке. Что касается резкого стиля кандидата в его бытность общественного деятеля, то он смягчится, дал сегодня понять потенциальный глава всей медицины страны. «Я пришел в политику, проработав до этого много лет в неправительственном секторе. Одни методы деятельности выбираются при работе в неправительственных организациях, когда нет возможностей предлагать политические решения. И совсем другие решения принимаются в политике, когда есть возможность подготовить программные установки и их реализовать. Так что не вижу смысла продолжать в том же стиле. Тем более, что сейчас нет адресата, который нужно критиковать. Я становлюсь тем адресатом, который должен осуществлять те решения». В свою очередь, кандидат на пост министра соцзащиты и труда Ринас Кукурайтис утверждает, что с пенсионной реформой, о которой не раз говорили крестьяне, спешить не стоит. «Пенсионная реформа – очень длительный процесс. Нужны десятки лет, чтобы почувствовать пользу и ценность. Поэтому мы не должны спешить с пенсионной реформой. Нужно решать вопросы. Но я лично еще только углубляюсь. Если я буду назначен министром, точно проведем дискуссии на эту тему». Напомним, что аграрии обещали взяться за пенсионную реформу, а сами пенсии по старости увеличить на 40 евро уже до июля следующего года. Посредним с президентом сегодня встретился кандидат на пост министра энергетики Жигимон Тасвайчунас. Главная интрига – судьба самого ведомства. «Пока что я являюсь кандидатом на пост министра. И на закрытие министерства нужно смотреть в более широком смысле. Это комплексный вопрос всей реформы общественного сектора. Сейчас я не готов ответить на этот вопрос, потому что в первую очередь нужно оценить стратегические цели, возможности их реализации, а вопрос формы уже второстепенный. Не нужно, как говорится в поговорке, ставить повозку впереди лошади. Всему свое время». Свой вердикт о каждой кандидатуре президент вынесет, возможно, уже завтра. Многое будет зависеть от содержания секретных справок спецслужб с досье на каждого соискателя министерского кресла.